Всем привет! В продолжении нашего ролика про запеченные мидии я расскажу, как можно сделать, грубо говоря, из остатков прекрасные запеченные роллы, которые будут круче, чем в доставке. Ставьте лайк, подписывайтесь и поехали готовить! Обжариваем грибочки, можно немножко с чесночком, мидиюшечки жарим вместе с терияки соусом. Сразу скажу, что я не являюсь профессиональным сушистом, так себе завариваю рис, но получается всегда очень вкусно, такие максимально убер-домашнятинские ролчики. Просто я их всегда формирую вместе, вот как раз непосредственно с нарезанными крабами, мидиями, сыром Филадельфия, ну все такое по-простенькому. Если будет интересно, могу рассказать о том, как варить соус. Плюс еще пришлось так все дико нарезать, я постоянно своей рукой, локтем залезала, перекрывала, потому что еще не приловчилась, как снимать на камеру. Но в принципе, просто последовательность. Положили рисик нори гладкой поверхностью вниз, распределили тоненько рисик, полосочку Филадельфии, крабовых палочек, нажаренных мидиюшек и все будет топчик. Самое главное, чтобы они уж не сильно распадались, ну и подготовить вот этот прекрасный соус для запекания, с которым мы будем делать шапки. Я опять-таки смешала часть мидий, крабовых палочек. Как видите, я собираю с двух поддонов предыдущие соусы для запекания мидии, вот которые лежат на заднем фоне. Кстати, можете посмотреть в другом ролике, как их запекать. В общем, перемешиваю, добавляю остальные ингредиенты. Отлично подходит готовая икорная дамаска, которую мы часто используем. И, конечно же, обязательно еще добавляем унаги соуса, чтобы усилить вот эту историю. Немножечко можно майонеза и, конечно же, сыр. Он является самым-самым главным. Вот, перемешиваем все это дело и сейчас будем добавлять в пакет, ну начинять пакет им кондитерский. А затем уже, когда они, ну видите, они такие, конечно, кривенькие, но смотрите, как это все легко исправляется. Вкусные они на самом деле безумно, даже если вы не профессиональный там сушист. Вы их все дополнили, начинили уже просто тут. Крема, конечно же, для шапки больше. Запускаем их в духовочку. Духовка разогрета до максимума, включена только наверх. Запекаем все время контролем до той степени золотистости, которая нам нравится. И самый последний штрих, конечно, украсить унаги соусом. Вообще, можно все это комбинировать. И, как вы знаете, мы готовили это из остатков продуктов, просто мы им не дали пропасть. Я считаю, что такая интересная идея, как вот вдохновление, заслуживает лайка и подписки. Оставайтесь с нами.